Всем отличного самочувствия, с вами Сергей Чернов, дипломированный врач, мастер йоги, помогая людям избавляться от боли. Этим видео мы начинаем серию публикаций по приводящим мышцам бедра, в состав которой входят длинная, короткая и большая приводящая мышцы, а также тонкая и гребенчатая мышцы. В данном ролике мы подробно поговорим про гребенчатую мышцу, поражение которой триггерными точками вызывает боль в области паха и передней поверхности бедра. Гребенчатая мышца располагается выше всех остальных мышц, осуществляющих приведение или аддукцию бедра. Вверху она прикрепляется к гребню лобковой кости, а внизу – к гребенчатой линии, проходящей по задней внутренней поверхности бедренной кости. Гребенчатая мышца осуществляет приведение бедра, а также принимает участие в сгибании бедра в тазобедренном суставе. Совместно с гребенчатой мышцей в приведении бедра участвуют также длинная, короткая и большая приводящая мышцы, тонкая мышца, а также подвздошно-поясничная мышца. Основными антагонистами, то есть мышцами, выполняющими противоположную функцию, являются средняя и малая ягодичная мышцы и напрягатель широкой фасции. Триггерные точки, расположенные в гребенчатой мышце, провоцируют возникновение глубокой ноющей боли в паху чуть ниже паховой складки, особенно при отведении бедра. Боль также может распространяться на передне-внутреннюю поверхность бедра. Развивающая слабость мышцы сочетается с ограничением подвижности и может привести к формированию характерной походки, при которой человек избегает ступать на пораженную ногу. Если встать на противоположную здоровую ногу и попытаться максимально привести и согнуть больную ногу, то в конце этого движения, при поражении гребенчатой мышцы, будет возникать боль в паху. Триггерные точки в гребенчатой мышце редко встречаются изолированно и часто сочетаются с наличием триггерных точек, расположенных в функционально связанных мышцах, которые были перечислены выше. Прежде чем приступить к освобождению от триггерных точек в гребенчатой мышце, нужно инактивировать их сначала в подвздошно-поясничной мышце, в трёх приводящих мышцах и тонкой мышце. Если после этого боль в паху остаётся, то необходимо поработать с гребенчатой мышцей. Триггерные точки в гребенчатой мышце могут возникать в результате потери равновесия или падения, что сопровождается развитием мощного сопротивления сочетанному приведению и сгибанию бедра в тазобедренном суставе. Перегрузку мышцы могут вызывать бег на дальние дистанции, игра в хоккей, катание на роликах, что, кстати, однажды произошло у меня в один из дней, когда я дал повышенную нагрузку на данные мышцы. Также активизацию триггеров могут вызывать верховая езда, когда фиксация в седле осуществляется за счёт приводящих мышц бедра и другие виды разнообразной физической активности. Триггерные точки могут проявляться при поражении тазобедренного сустава, а также после операции на тазобедренном суставе. Неравенство длины нижних конечностей или половин таза, длительное сидение на корточках или со скрещенными ногами также могут привести к возникновению триггеров и развитию характерной отражённой боли. Самостоятельно помочь себе в домашних условиях можно путём механического воздействия на область грибенчатой мышцы и других приводящих мышц с последующим вытяжением. Оказать такое воздействие можно, используя большой массажный ролл, на котором в течение нескольких минут необходимо прокатывать внутреннюю поверхность бедра, а затем перейти на большой массажный мяч с фиксацией в местах наибольшего уплотнения в течение 30 секунд-двух минут. Ссылки на данные массажные инструменты и скидочный купон на 10% вы найдёте в описании к этому видео. Так как основной функцией грибенчатой мышцы является приведение и сгибание бедра, то вытянуть её можно путём отведения и или разгибания бедра в тазобедренном суставе. Вы можете самостоятельно использовать ряд упражнений, которые используются в практике хатха-йоги, например, позу открытого угла, упавиштаканасану, в которой не нужно торопиться и следует внимательно наблюдать за состоянием связок в области паха, ограничиваясь разумным диапазоном вытяжения. Также для вытяжения грибенчатой мышцы и других приводящих мышц можно использовать, например, позу бабочки или бадхаканасану. Фиксацию в этих положениях в течение 1-3 минут можно сочетать с методикой постизометрической релаксации, когда во время вдоха глаза поднимаются вверх и сокращаются мышцы, а на выдохе взгляд направлен вниз, и происходит полное расслабление мышцы. Помимо вышеописанных лечебных упражнений, следует также обратить тщательное внимание на коррекцию биомеханики тела. Необходимо устранить любое неравенство длины нижних конечностей или половин таза. Во время сна необходимо подкладывать подушку между ног, что предотвратит длительное напряжение приводящих мышц. Сидеть нужно прямо и избегать позы со скрещенными ногами или положения, когда колени располагаются выше тазобедренных суставов. Смотрите мои другие видео, посвященные миофасциальному болевому синдрому и триггерным точкам в этом плейлисте. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам отличного самочувствия и крепкого здоровья. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»